Доброе время. Я Максим Мельников, разработчик, один из разработчиков компании Wargip. В данное время работаю над игрушкой World of Tanks, как программист серверной части веба и немножко программист серверной части дорожки. Сегодня я с радостью поговорил. Для нас это первый раз с аудиторией, обзорным докладом на то, как у нас внутри работают танчики, как мы выдерживаем нагрузки, какие технологии использованы. Почему ваши танки самые лучшие игры? На самом деле в этом аспекте мы гордимся нашими геймдизайнерами, которые придумали клевую концепцию. На самом деле игрушка самая популярная в территории бывшего Советского Союза. Я, например, на сетях, кто играл в танчики. И я не компьютерная, а вот те вот железные, вы помните, да, такие вот, все с ними игрались. Все у нас, ну, для нашей территории, вообще, бывшего Советского Союза, все очень любят танчики. Второй аспект, ну, кроме геймдизайнерской, очень важный. Мы счастливы, что нам удалось победить проблему с читерством. На самом корне у архитектуры у нас может быть проблема, которой нет во многих других игрушках, когда взломом клиента можно получить преимущество. Ну, а игрокам на территории России обычно в мире, в принципе, нравится, когда они уверены, что противник с той стороны, он играет честно. Это как шахмат, это... Я так понял, что вы, как студия Pixar, будете размножать, планировать танки, там у вас еще кораблики, самолеты, да? У нас кораблики, самолеты уже ведется распространение параллельных игр, нескольких они работают в различных студиях, там, были анонсы о покупках, соответственно, других студиях, чтобы заниматься другими проектами. Но в целом, ну, есть желание, собственно, ну, у нас даже тезис есть, собственно, виды лига, глобули, легендарь онлайн-гейминг, глобули, виспэшн, у нас цель сделать как можно больше клевых игр и всем остальным. Вот. Банчиков, ну, людям маловато, нам кажется, поделим, делаем больше. Немножко маловато PC, будем делать для других остальных платформ. Назовите себе какие-то три таких цифры, выдающиеся про вашу игру. Про нашу игрушку. Пользователи онлайн, пользователи всего там... Пользователи онлайн в данный момент, вот, выдающиеся там 800, более 800 тысяч одновременно, вечером не смотрела телевизор, а играла на территории России. Это не по миру, это просто на территории России. Это Россия, да? И Советский Союз. Мы же русский регион, русские власти. Вот. Ну, база данных у нас, собственно, с точки зрения инженерного, там, 300 гигабайт, и для нас, там, короче, что мы эту всю базу целиком держим в памяти. Ну, вообще целиком. Вот. Ну, и такая интересная, та же цифра, собственно, игрушки реалтаймовая. Мы тишесекундно посылаем 8 миллионов пакетов игрокам. Это различные уникальные пакеты, и вообще очень характеризуют нашу проблему на сетевом уровне. Расскажите, кто придумал эту концепцию, что красивые девочки обыгрывают программистов? А, ну, это вообще секрет. Вот это главный секрет, о котором я не буду рассказывать. У нас много секретов с точки зрения геймдева. Ну, это очень классный маркетинг, мне кажется, этот фото. Правильно. Как вам вообще вид? Ну, вообще говоря, очень интересно. Первый раз, да? Не-не, далеко не в первый раз. Я в первый раз посетил Хайлот Плюс Плюс в 2007 году. Там, наверное, должен был учить Хайлот. Вот. Ну, с удовольствием периодически ездим. Наша компания достаточно много ездит. Вот. Но некоторое ощущение того, что мы должны начать много рассказывать о себе, оно началось в этом году. Ну, я уже так упоминал в презентации, для нас самое важное в какой-то момент было, что у нас постоянный раш остановился, у нас передогнули. А теперь мы можем спокойно переодичься и готовиться, рассказывать, что у нас, как, где. Потому что, по большому счету, мы из тех компаний, как нам кажется, которым бессмысленно скрывать наши технические внутренности. Все равно конкуренты, даже если мы повторять, мы будем счастливы, но по факту хотели бы делиться как можно большим количеством людей, чтобы они находили реализацию других проектов. Вот. Ну, вот такой вот наш позыв. Так что мы будем стараться даже больше. Вы тут 3 с половиной года, да, в компании Рискорда? Да. Что изменилось глобально? Можете какие-то такие вехи обозначить? Вехи? Первая игрушка, которую я пришел во время разработки Order of War, это еще игрушка, которая делалась с издателем Square Enix. Это очень известный издатель, в первую очередь по серии Final Fantasy. Вот с большим издателем. Потом началась, ну, даже параллельно с той игрушкой, началась разработка танков, которую мы уже решили делать без издателей. На самом деле это был драматический переход, когда мы перестали работать с издателем, начали генерировать сами по целиком идеи, генерировать сами точный контроль, это была такая веха. Вот. В плане разработки, ну, достаточно серьезный вехой был вот переход от кластерности к многокластерности, в том плане, что до этого у нас действительно была проблема, и, ну, реально, многих инженеров поднимали через день по ночам, а теперь это стало, ну, гораздо легче. Гораздо легче. Скажите, что ждет фанатов там через несколько месяцев? Порадуйте их чем-либо? Следите за нашими анонсами на Е3. Вот. Танчики будут все лучше и лучше, и мы надеемся, мы, может, если не летом, но в этом году возьмем онлайн в миллионы игроков, и, я думаю, что-нибудь удворим по этому поводу. Я понял. Танчики лучше, девочки все красивее. Удачи вам. Спасибо.